Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, и сегодня мы с вами посмотрим видео одного атеиста. Да, на самом деле видео представляет собой очень печальную ситуацию, человек крайне глупый, но он озвучивает многие важные позиции современных тупых атеистов. Именно тупой части атеизма есть нормальный атеизм, обоснованный умный атеизм, атеизм, основанный на длительной традиции, развивающейся в Европе. А есть атеизм дурачков-сайентистов, причем именно таких наивных дурачков-сайентистов, которые в науке-то ничего не понимают. Печальная ситуация, сейчас вы сами все поймете. Вот канал Гусь. Давайте начнем смотреть Гуся. Ща, 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 ща. Не могу попасть, как же так. Вот он, Гусь. Поехали. Всем привет, и Бог есть единый и настоящий. Бог-император человечества, конечно же. Главная проблема споров с верующими заключается в том, что споров с ними как таковых и не бывает. Вне зависимости от того, насколько хорошо все начиналось или каким адекватным человек казался изначально, в итоге все сводится к двум вещам. Полной уверенности в своей правоте. А-а-а, у атеистов не сводится обычно. Полной уверенности в своей правоте. Вот никогда не сводится. Абсолютно никогда. Атеисты не уверены в своей правоте. Абсолютному неприятию любой другой позиции. Абсолютно. Атеисты принимают все позиции, кроме религиозных. Плевать, насколько данный подход обоснован. Из-за этого любая попытка спора рано или поздно зайдет. У чувака проблема, что он не обладает эмпатией, вот вообще совершенно не обладает эмпатией, как и большинство атеистов, как и большинство людей с низким уровнем интеллекта, в общем-то, по сути. Он просто тупой. Он думает, что вот то, что вот верующие делают против него, он сам против них не делает. Хотя вот он сейчас этим самым и занимается. Ну или почти любая. Именно поэтому сегодня мы пройдемся по тому, как переубедить любого верующего и спойлер. Лучший способ их переспорить не участвовать в споре самим, а заставить их спорить с вами. Начнем с самого простого. Тупых заблуждений. Многие гении... О, тупые заблуждения. Вот, кстати, забавно, в данном случае, ну, атеизм тоже религия, это не просто тупое заблуждение, оно имеет под собой основания, наверное, даже более какие-то существенные, чем, ну, утверждение того, что Бог есть. По крайней мере, говорить о том, что атеизм тоже религия вполне можно, так как вера это не только религиозное понятие. Ну, то есть, вера это наличие совершенно любого убеждения у тебя, например. А Бога нет. Это убеждение? Это убеждение. Значит, у тебя есть вера некая. Все. Шахмат, как бы, чувак, ты проиграл. На полном серьезе считаешь, что атеизм это не отсутствие веры, а... А-а-а, отсутствие веры... Параблема заключается в том, что отсутствие веры могло бы быть в дохристианскую эпоху. Ну, то есть, потому что люди вообще бы не слышали о том, кто такой единый Бог, не слышали о том, что там есть Иисус Христос. Вот они бы не слышали об этом вообще в принципе. Они бы принципиально даже не знали об этом. Вот это и есть отсутствие веры. А атеизм... Атеизм это то, что возникло уже после. Причем, значительно после. Как бы, у нас уже прошло там, не знаю, тысяча лет, минимум, тысяча лет развития христианства прошло. И вот появились наши атеисты. И вот они такие, нет, это отсутствие веры. На самом деле, у них утверждения уже сформированы. Причем сформированы на базе христианства. Потому что атеизм, в принципе, учение, которое формируется на сопротивлении христианству. То есть, атеизм вторичен христианству. Ну, европейский атеизм, конечно, есть. Другие формы атеизма. Но атеизм, в данном случае, он вторичен христианству. Тут проблема заключается в том, что у нас есть несколько смыслов у слова «вера». Причем, наверное, даже, не знаю, не во всех религиях можно говорить о вере, в принципе. Потому что слово «вера», я уже это много раз тоже разбирал, что слово «вера» характерное для христианского дискурса. В принципе, для христианского дискурса оно только и характерно. Как бы. Это действительно очень забавно. Потому что веры в других религиях, они не подразумеваются как веры, они подразумеваются как знания. Вообще, противоречие знания с одной стороны и веры с другой – это чисто христианская фишка. Ну, это просто христиане придумали. Это они сами придумали. Это придумал Климент Александрийский. Дружище, понимаешь, как бы. Знание и вера, и какое-то их соотношение – это придумали христиане. Вот, вот и все. Ты сейчас просто находишься в парадигме христианского дискурса. И ты беседуешь с христианами на тему там «вера», «знание». Да ты дурачевок просто, на самом деле. Нет, ты... Нет, ну серьезно, даже смешно. Христиане задали вот этому чуваку как бы парадигму мышления, парадигму дискурса. Вот эту вот пару – вера и знание. А в Греции это было одно и то же, по сути. Это было убеждение. Вера, мнение, догма, докса. Да, убеждение. Это все переводы, а там вот слово как бы, друг. В дохристианскую эпоху разницы между верой и знанием просто не было. Да я не очень уверен, что это повод для гордости. Да, почему бы и нет? Почему бы по умолчанию? Да, давайте еще про хромосому. У нас товарищ тут недавно просто говорил, что вот верующие плохо спорят с ним. А давайте-ка оскорбим их тем, что у них не хватает хромосом, а то есть, что они больны все синдромом Дауна как бы. Вот прикольно. Прикольно человек с уважением относится к своим оппонентам, конечно. И, конечно же, он не полностью уверен в своей точке зрения. Конечно же, он сомневается. Он сомневается в своей позиции. Не приравнять любые возможные аргументы человека к религиозным догматам. Но он же не может там оказаться прав. Например, в этом же нет никакого лицемерия. Правда. Это же не попытка закрыться в манимерке, чтобы никто случайно не переубедил. Теории эволюции, законы термодинамики. Да это же все не доказано. Но это ни в коем случае не объективная истина. Это просто мне... Ну, я же Сармат, кстати, когда рассматривал это видео, ну, правильно подвергнул критике слово объективная истина. Что такое объективная истина? Допустим, мир Матрица. Все, как бы, наука вылетела. Наука пока. До свидания. Ты не имеешь никакого отношения к объективной истине. Все. Как бы, опровержение очень простое здесь. Понимаете? Не-не. Даже дело не в Матрице. Матрица это уже поздний такой. Это постмодерн. Постмодерн мира иллюзий. У нас, как бы, есть длительные концепции буддизма. Очень древние буддийские концепции. Очень древние индуистские концепции, которые рассуждают о мае, об иллюзии этого мира. Матрица это так. Просто это для дурачков, как бы, аргумент. Но он должен сработать. Еще чувак должен понять, о чем идет речь. Его там не было. И вообще наука многого не знает. Вот как одни люди верят в Бога, так другие верят в ученых и их мелочную возню. В науке же все строится на вере. Да, именно так все и работает в одной из параллельных вселенных. В нашей же пока у тебя нет объективных оснований всем. Объективно, 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 объективно. Но чувак просто тоже не понимает, как и наука работает, как формировался научный метод. Кстати, статью я скоро выпущу о том, как формировался научный метод. А под какими влияниями он формировался и какое влияние на это оказало, опять же, то самое христианство, которое вот так не любят вот эти вот атеисты, ну... Плевать на твое мнение и веру. Проблема в том, что, ну да, если мы говорим о религиозной вере, которая существует лишь в одной религии, которая называется христианство, то этой веры нет в науке, и этой веры нет в буддизме, и этой веры нет в профуцианстве, доосизме, и вообще во всех религиях мира такой веры больше нет нигде. Да, действительно. А, ну если мы берем общее понятие веры, ну то есть вера как любое убеждение, наличие любого убеждения, причем это убеждение не всегда является обоснованным, а как известно в науке многие утверждения не являются обоснованными, ну например аксиомы или какие-то постулаты, какие-то первоначальные положения, какие-то допущения, на которых строится в общем-то теория, или например допущение о естественной установке, установке, согласно которой в общем-то существует объективный мир, материя, и согласно которой в общем-то все должно объясняться только естественными причинами. Это чисто вера. Вот вера в науке, вообще ничем не обоснованная, и всем плевать на это, как бы, друг. Ты просто не понимаешь, как это все работает. И наука не могла бы работать по-другому, потому что доказать естественную установку просто невозможно. Это очень жесткая догма, это прям вот нереальная догма, и доказать ее нельзя, да. И на этом базисе работают все ученые, ну потому что им просто больше нечего делать. По-другому они не могут вести эмпирические исследования и последовательно выводить их, в общем-то, из своего мировоззрения. Ну вот так. ...понимать о вере, что она неадекватна. Во-во-во-во, погодите, это не было оскорбление. Она адекватна, но только для внутренних миров верующих, для объективной же реальности, ну вообще не. Какова объективная реальность? Вопрос всегда. Какова объективная реальность? Это Шива, может быть, Вишну, может быть, не знаю. Какова объективная реальность? Ну, материя, энергия, может быть, вот то, что мы видим вокруг себя, это есть объективная реальность? А нет, нет. Ученые, кстати, так не считают, что все, что мы видим вокруг себя, есть объективная реальность. Объективная реальность по науке Немножко глубже как бы находится А вдруг она еще глубже находится или еще глубже А вдруг все, что мы видим, это иллюзия и так далее Матрица, опять же, великая матрица Как она сияет здесь Поскольку мы живем в объективной реальности Мы живем не в объективной реальности Мы живем в действительности Важно отличать два понятия С одной стороны есть реальность То, как все устроено по-настоящему То есть истина То есть, ну, непосредственно сам мир Таким, какой он есть Без даже восприятия его людьми А есть действительность Это та часть мира, в которой мы живем, функционируем И которую мы понимаем даже Все просто С действительностью все очень просто Действительность может быть иллюзией А реальность не может быть иллюзией Все Если мы говорим, что наша реальность иллюзия То мы дурачки как бы Мера людей не имеет никакого значения Нет никакого противостояния Между наукой и религией Потому что научная значимость религии равна нулю Сама концепция веры не работает в науке Так что подходу Докажи, что Бога нет максимально идиотичен Вот-вот-вот забавно, что Докажи, что Бога нет идиотичен потому В общем-то там было утверждение, из которого не следует Вот этот потому, оно здесь нецелесообразно Здесь нет, не должно быть того потому Потому что нет следования Просто нет следования, дружок Ты как бы с логикой не дружишь Ты просто взял и нецелесообразно использовал слово потому Потому что до тех пор, пока истинность концепции не доказана Ее нет, она не истинна и не ложна Пока истинность концепции не доказана Ее нет, она не истинна и не ложна Естественная установка не доказана Значит ее нет Значит она не истинна и не ложна Если естественная установка не доказана на естественные установки следуют все остальные научные теории, потому что без естественной установки они ничего не стоят, потому что это базис любой научной теории. Значит, все научные теории ничего не значат и ничего не стоят для науки. Ну вот как бы так, друг, это все. Мы делаем просто один шаг на ступеньку выше, чем вот ты видишь, и все, как бы все рассыпается уже. Это забавно. Ни один, ни минус один, а просто ноль, ничего. Так и для науки Бог это не нечто положительное, не нечто отрицательное. Гипотезу о его существовании ничто не доказывает. Так что и для доказательства других гипотез она использована быть не может. Для науки Бога нет. Даже е... Тут трудно, потому что наука не занимается, в общем-то, разбором метафизических концепций. Она не разбирается разбором чего-то духовного, ни телесного, ни материального, и она не может получить эмпирические какие-то достижения, в общем-то, в области метафизического и нематериального. И проблема в том, что для большинства, подавляющего большинства ученых классического периода, все-таки Бог был. Ну то есть они, да, они были христианами. И верили в то, что мир существовал в 6000 лет. Да, да, вот так вот было просто, вот, на протяжении большей части существования науки. Забавно, это просто забавный факт. Если религиозные ученые существуют, то они остаются учеными только потому, что не впутывают религию в свою деятельность. Более подробно об этом я говорил в отдельном ролике на эту тему. Если же подвести итог, то в вопросах объективности такое понятие, как вера, недопустимо в принципе. Вера в Бога и связанные с ней эмоции... Ну, просто объективности нет, вот в чём проблема. Всё субъективно. А в науке решает не объективность, не истина, а мнение научного сообщества. То есть интерсубъективная истина в науке. Философ, как мыслитель, например, человек, который мыслит, он субъективен, да, он может подумать, вот это вот есть, вот это вот нет, и я думаю, что вот это вот есть, потому что это его субъективная истина. А есть интерсубъективная истина, когда собирается много философов или много людей, занимающихся вот одной проблемой в рамках одного дискурса, например, учёные. И они договариваются о том, что есть, о том, чего нет, используют те или иные аргументы, и они вместе думают, принимать ли эти аргументы или принимать вот другие аргументы, думают, правильно ли проведено это исследование, а вот это вот исследование им не нравится, например, они его исключают, в общем-то, из дискурса. Всё. Это интерсубъективная истина. Интерсубъективная истина не объективна, к сожалению. То есть, да, опять же, от количества людей, которые обсуждают ту или иную проблему, и от методов, которые они используют, не особо зависит истина от всех утверждений, к сожалению, объективность. Могут быть основанием для религиозности. Вам проще жить вере во всемирный замысел, магию и прочую фэнтези-атрибутику. Да, пожалуйста, всем плевать, но объективным аргументом вера уж точно не является, так что если человек её так использует, вне зависимости... Объективным аргументом не является ничто. Всё. Как бы. А что такое объективное? Это соответствие объекту. Ну, всё. Реальность объекта сомнительна. Сомнительно, что вот этот объект имеет какую-то под собой другую реальность, кроме того, что мы субъективно воспринимаем с помощью наших органов чувств. Из этого следует, что всё наше знание субъективно, к сожалению. Ну, или интерсубъективно, то есть существует в рамках договора. Почитаем Пуанкары, мой друг, пожалуйста. Ну, просто вот я понимаю, что ты вообще книжки не читаешь. Может быть, Докинза, там, какого-нибудь Хокинга и прочих поп-философов, учёных, которые, ну, тоже не особо что-то там понимают в проблемах философии науки и в проблемах, в общем-то, самого научного знания. Они просто специалисты в узкой своей области и внезапно пробились, и стали знаменитыми, и, в общем-то, в итоге они вещают своё примитивное мировоззрение на весь мир. И ты, дружище, в общем-то, попался на их удочку. На удочку не самых умных, к сожалению, людей. Ну, только в том вопросе, в котором они сейчас занимаются. Вот это не самые умные люди. Докинзы вот эти вот все, Хокинги. Как только они вышли за пределы вот своей специальности, биологии или там астрономии или астрофизики, как только они выходят за пределы вот этой вот области, они сразу становятся такими же идиотами, как и обычные люди. Просто потому, что у них нет ни философского образования, ни понимания философской проблематики, ни понимания философской проблематики самой науки. Вот это главная проблема. Наук учёные могут работать без понимания философской проблематики самой науки. Вот это забавно, да? Клёвый у них алгоритм, который позволяет не понимать науку в принципе, но при этом качественно в ней работать. От того, насколько логично и складно он это делает, у вас есть все основания говорить, что его позиция ничем не обоснована. Какой бы идеальной логикой ты не скреплял полнейший бред, в итоге все равно получится полнейшая херня. И если кто-то выдает такое на полном серьезе, то никакого уважения к таким людям и их позициям не может быть в принципе. Заметьте, человек не привел вообще ни одного аргумента, ну, позитивного именно, который бы нас убедил в том, что наука права. Наука объективна, 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 объективна. Вот аргумент весь. Спасибо, спасибо, спасибо. Наука не строится на вере, наука не строится на вере, наука не строится на вере, наука не строится на вере. Спасибо, хорошо объяснил, прекрасно, замечательно. Хорошая аргументация, давайте еще повторим несколько. Потому что использование таких аргументов, это по сути способ сказать, мне плевать на тебя и твою позицию, мои догмы важнее твоих аргументов. Ну, собственно, какое уважение может быть в ответ на такое? Сразу после пренебрежения чужими аргументами, по шкале идиотизма идет тяга к авторитетам. Мол, раз так много моих значений обладает абсолютной властью и неприятно его развитию. В неблагоприятных мы по каждой верящей должен был узреть чудо господнее и уверовать, что уже из раздела фантастики. Аналогично и со знаменитостями верящим. Да, они могут действительно верить, но для этого фактом верить... Плевать на знаменитости вообще плевать. Например, лечение людей, как в случае с матерью Терен. Просто проблема в том, что есть доказательства бытия Бога, как минимум шесть. Уже можно их найти в истории философии без проблем. Они все устаревшие, они не имеют никакого отношения к современной философии религии. И вообще-то надо спорить с современной философией религии, которая учитывает вообще весь массив религиозного доказательства, религиозной апологетики. Понимаете, как бы? А чувак просто говорит, нет никаких доказательств. Нет, просто нет. Я, как минимум, не занимаясь этой проблемой, знаю шесть. Они мне не нравятся, но они есть. Что там дальше? Пользуют их как аргумент. Ну да, почему бы и нет. А еще наверняка существуют магии, дымовые эльфы. Ну, здесь идет жесткое оглупление, в общем-то, позиции верующих. Но давайте я вам сейчас сравню. Чувак чуть ли не вам не говорит, что на небе есть бородатый мужик. Бородатый мужик невидимый. Вот это, по его мнению, Бог. И он думает, что все верующие думают, что вот этот вот бородатый мужик – Бог на небе. Есть, да. Что есть эльфы, вот эти вот все, вот эта вся фигня. Он игнорирует тот факт, что концепция Бога – это метафизическая, трансцендентальная концепция, которая вообще-то, ну, и подразумевает вот эту вот невидимость. Невидимость, как бы. Она не то, чтобы он невидим, он духовен, как это дух. Это то, что принципиально невидимо, и это не мужик в данном случае. Я, кстати, не знаю, говорил ли он видел, является ли Бог мужиком, но неважно. Он сейчас просто приплетает все оглупляющие какие-то термины к религии. Но если мы вот берем такое же оглупление и применяем ее на науку, на критику науки, вы знаете, что получится? Вот у нас есть теория струн. Значит, ученые думают, что Вселенная – это гитара. Понимаете? Какие же они тупые, если думают, что Вселенная – это гитара. Какие бы аргументы мы ни привели под это, ну, не может получиться так, что Вселенная – это гитара. Я вот так вот считаю. Вот у мужика, у чувака такая вот аргументация. Вот прекрасно, вот прекрасно. Мы совершенно не понимаем, о чем идет речь. Мы не понимаем, какова вообще религиозная концепция, из чего она состоит. Мы не понимаем вообще, кто такой бог. Ну, мы отрицаем, что он есть. Мы не понимаем концепцию, но мы отрицаем уже. Мы проверять не собираемся. Доказательства рассматривать мы тоже, кстати, не собираемся. Потому что, ну, бородатый же мужик, как бы, с одной стороны у нас. Какой нахер бородатый мужик, да? А какая нахер гитара? Какая гитара? Непонятно тоже. Ну, в общем, забавно, забавно. Что, у него есть какие-то аргументы? Насчет того, что на полном серьезе поверить в такое может только человек с мозгами детсадовца. Но если серьезно, то есть две ключевые причины, из-за которых люди верят в богов, в экстрасенсов, в гороскоп. Две ключевые причины. Ну, вообще-то, концепции возникновения религии и причин возникновения вот религии очень много. Прям вот вообще очень много. Они разные. Есть комплексные позиции возникновения религии. Ну, вот, например, есть позиция, эвгемеризм, создал философ такой, эвгемер, согласно которому, в общем-то, боги это прообразы людей. В общем, были когда-то великие, очень крутые, классные, невероятно сильные, невероятно умелые люди. И вот, посмотрев на таких великих, прекрасных, замечательных людей, другие люди сказали, что они боги. Оттуда вот по эвгемеру появились религиозные концепции. Ну, например. Например, это одна из многих. Вперед, не нужно думать о будущем. Есть концепция, да, согласно которой там религии появились из-за того, что там религиозным деятелям нужны деньги. Но это тоже очень примитивно. Не нужно анализировать прошлое, ты просто течешь по течению, если что, на все волю божья. И благодатные огни, мощи, потрясающие истории об исцелении, это чудеса, а не... Ну, проблема в том, что вот чувак, он как бы вообще ничего не знает про религии. Совершенно ничего не знает. Простейшие фокусы и внушения. Если вы действительно в это верите, то переслушайте конец второго пункта. Люди пойдут ради денег на все. Они в свое время ради удержания доходов целую инквизицию содержали, и обман сейчас это меньшее, на что они способны. Доказательство существования Бога... Ооо, мы пришли к этому. Точнее их абсурдность, это отдельная большая тема, но по ней ролик уже был. Хотите больше именно научного подхода, смотрите... Именно научный подход. Проблема в том, что научный подход и религиозный, и это физический, и эмпирический, это вообще разные области. Да. И доказательства Бога, они апеллируют исключительно к логике. К чистой логике, к чистой логике Аристотеля. К формальной логике, которой, кстати, ученые тоже, конечно, пользуются, но немножко по-другому. Но суть-то в том, что все это одно и то же. Только в данном случае это одна чистая логика. Чистая, чистая логика. Его. А, ну то есть, не, не будет доказательств, разбор доказательств. Ладно. Устаревшая религиозная мораль, это, возможно, главная причина, по которой религии в наши дни, в принципе, быть не должно. Религия не просто устарела, более того, это самая устаревшая вещь из ныне существует. Так что да, вы можете... Мораль плевать, потому что, если Бог есть, и если он православный, например, и православный, он действительно не спослал нам православную этику, то да, все нормально. Ну, то есть, это не проблема. Проблема в том, что если его нет, то в любом случае, или если Бог, но не православный, и он не спосылал нам этические нормы под той религией, в которой люди верят, то без разницы. То да, то надо отказаться. В любом случае, в любое время, здесь не вопрос того, устарела эта мораль или не устарела, понимаете. Ща, я ищу другую голову. Ща. О, агностицизм. У человека каша в голове, а ты из магностицизма, скептицизма, эпилепсия, в общем-то, началась, потому что это бред. А теперь самое интересное, потому что вы знаете все, что нужно, чтобы опровергнуть любой аргумент верящих. Более того, в качестве небольшого бонуса, они даже к форме слова прикопаться не смогут, а это заслуживает отдельного уважения. Так что же со всем этим... ...делать, вы удивитесь, но ничего. Да-да-да, я знаю, что это звучит как полнейший бред, но я сейчас все объясню. Помните, что я сказал в самом начале? Лучший способ переспорить верящего, заставить его спорить с вами. Догматику ничего не докажешь, по крайней мере, до тех пор, пока не будет доказана неадекватность его догм. И простейший способ это сделать, заставить его самого сделать всю работу за вас. Именно поэтому агностицизм это лучшая модель поведения для атеиста. А гностиком нужно быть не потому, что есть вероятность существования Бога. Я очень не люблю, когда философские термины используют не по назначению. Вот вообще не люблю. Скептицизм не люблю, когда используют не по назначению. Слава Богу... Он не использовал это слово не по назначению здесь. Это хорошо. Потому что атеисты не являются скептиками по определению. И агностики не являются скептиками по определению. А тут он еще и агностицизм привел. Но агностицизм это философское убеждение. Убеждение в том, что познание чего-то там либо невозможно. Ну вообще, агностицизм в чистом виде это убеждение в том, что в познании вообще ничего невозможно. Даже научное невозможно. Вот как бы так, да, получается. Интересно. Нет, она равна нулю, как и вероятности всех возможных событий, которые могут это изменить. Это видео не о том, как переубеждать верующих. Потому что какие бы аргументы вы не привели, если вы опуститесь до уровня... Так мы переубедим верующего или не переубедим? Вспоров с догматиками, у вас не останется ни малейшего шанса. Вас банально задают опытом. Вы никогда не будете так же хороши в фанатизме и неспособности воспринимать информацию непредвзято, как они. Но у тебя это хорошо получается при этом. Ты совершенно не воспринимаешь никакую информацию. Мы, конечно, пропустили большую часть твоего видео, потому что там, скорее всего, очень банальный и неинтересный контент. Но мы посмотрели всю сущность моего часть. Надеюсь. Надеюсь, что мы не пропустили ничего важного. Но вот. И почти все, что мы услышали, это фуфло. Подростковое атеистическое фуфлище. Какого-то тупого подростка, который вообще не разбирается в теме. Который хуже верующих даже. Ну, на уровне худших фанатиков. Который вообще не воспринимает информацию. Который искренне верит в то, что он говорит. И вообще не допускает никакой возможности того, что он не прав. Вот совершенно никакой возможности. У него объективные факты, объективная реальность, объективные методы. А у всех остальных не объективная реальность. Не объективные, не факты. И необъективные, не методы. Переубедить невозможно, но вот если вы Агности, во-первых, это отсеивает совсем уж отбитых фанатиков, потому что их воск просто не может принять этого. Как так? Он не верит ни в бога, ни в его отсутствие, это невозможно, ведь все должны во что-то верить, моя картина мира идеальна. Ну а во-вторых, вы сами не должны ничего доказывать, вы не знаете, есть бог или нет, доказывать его существование должны вам, и вот в этой ситуации вы сможете опровергнуть любой аргумент. Теперь не вы должны опуститься до уровня догматика, чтобы он начал вас понимать, нет, это он должен начать переводить... А вот это называется риторика. В общем-то, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, нам посоветовали, в общем-то, обманывать людей, применять к ним всякие вот такие вот хитрые ухищрения, чтобы побеждать их в спорах. Научно, объективно, замечательно, прекрасно. Супер, 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 супер. Обожаю, обожаю атеистов тупых, именно вот тупую, та часть, самое большинство атеистов, которые тупые, вот они самые прикольные, они самые смешные, потому что они самые вот такие вот фанатичные, они самые тупые, они вообще ничего не понимают в том, о чем они говорят. Они идиоты. И они еще больше идиоты, чем, в общем-то, люди, которые во что-то верят без доказательств. Вот это действительно замечательно, это просто замечательный пример, и таких вот очень много среди атеистов. Вот я больше встречал таких вот фанатичных, тупых атеистов больше, чем фанатичных религиозных фанатиков в любой религии. Вот так вот как-то получается. Почему-то любой религиозный человек как-то и подобрее, и как-то повеселее, и что-то более-более легко относится к своей позиции. Да, у него слово вера, например, есть. Вера не есть знания. Он не станет там стучать кулачком по столу и говорить, вот, вот, это абсолютное знание. Нет, обычно он говорит, что это его вера, и в принципе, ну оставь меня, друг, оставь, оставь. Я хочу верить дальше. А вот мужик, наоборот, наоборот, действует очень фанатично, как радикальный фанатик. Еще и обманывать предлагает людей вот вам такую хитрую риторику, предлагает заменять вашу атеистическую позицию, поскольку вы не сможете ее доказать, якобы, перед другими верующими, потому что верующие, в общем-то, считаются очень глупыми людьми, согласно вот этому вот человеку. Ну, он предлагает просто обманывать людей. Ну, замечательно. Потрясающе. Ну, по крайней мере, это хорошо. Хорошо, что этот человек осознает, что атеизм и агностицизм — это разные вещи. И, наверное, может быть, даже осознает, что атеизм и скептицизм — это очень разные вещи. Аргументы. И в момент, когда он поймет, что их у него нет, начнется самое интересное. Вы, по сути, не сделали ничего, ничего не доказывали, ни с кем не спорили, только отвечали на то, что вам говорили, а Манни Миро, каким бы устойчивым он не был, почти сам по себе начал рушиться. И это куда более эффективно, чем классическое переубеждение, потому что человеку почти... Это куда более эффективно, чем тысячи лет, в общем-то, апологетики, да? Тысячи лет разработки апологетики. Ну, вот так вот мы просто всё это опровернем, конечно. Вот всё настолько просто. Всё так легко. Боже мой. Ну, почему люди не хотят читать других? Ну, понимаете, вот какое большое количество книг. Вот ты хочешь опровернуть апологета христианства. Берёшь текст современного апологета христианства и разбираешь его, в общем-то, тезисом. Всё. Всё. Вот ты берёшь текст одного из самых умных апологетов христианства современности какого-нибудь. Не знаю, кто сейчас у нас самый умный. Да даже, наверное, я сейчас никого не назову, потому что я в этом просто не разбираюсь в данный момент. Просто есть апологеты в прошлом, которые уже переросли вот этот уровень, который наш персонаж пытается сейчас вот там задать. Уже люди есть, которые выше этого уровня. А современные апологеты, наверное, ещё более развитые. У них ещё больше аргументов, и они могут ответить на ещё большее количество вопросов. Забавно. Просто забавно, что мы спорим с какими-то, ну, низшими представителями той или иной религии, например. Это то же самое, что брать какого-нибудь, не знаю, умственно отсталого атеиста, спорить с ним, а потом после победы говорить, ну вот, все атеисты такие, что я ожидал, если я победил. Спасибо. Нет, надо спорить с лучшими. Лучшие представители одного мировоззрения должны спорить с лучшими представителями другого мировоззрения. Да, да, спорить, спорить, то есть аргументами обмениваться. И аргументы религиозных людей обыкновенно, но тоже имеют вес. Это не просто какая-то пустая болтовня, нет. Даже те доказательства Бога, которым попытался опровергнуть какого-то там видео в своем, они все-таки имеют некоторый вес. Антологическое доказательство Бога, оно может быть и не напрямую доказывает то, что Бог есть, но отвергает большую часть опровержений. Само по себе антологическое доказательство Бога. Есть доказательства движения. Оно строится, опять же, на базе логики. Логики Аристотеля, между прочим, и доказательства существования Бога от существования движения. Это доказательства Аристотеля, между прочим, создателя логики, создателя логической системы формальной. Ну, то есть это не просто пустая болтовня. А есть некоторые очень важные фундаментальные допущения, которые необходимы для функционирования логики. Да, те же самые допущения могут быть применены на метафизику, то есть на существование Бога. У нас есть движение. Что-то привело в движение вот эту вот вещь. Значит, есть что-то движущее, что привело в движение вот эту вот вещь, да. Значит, вот это движущее тоже что-то привело в движение. И так не может происходить до бесконечности. Просто не может, потому что иначе никакая логика Аристотеля работать в принципе не может. У Аристотеля был такой определенный, так скажем, предрассудок, согласно которому вся дурная бесконечность как бы им отрицалась. Отсюда у нас появляется и метафизика, и перводвигатель. Почему перводвигатель? Почему он там неподвижен, един и так далее, и так далее, и так далее. Вот как раз потому, что с помощью вот этих вот логических переходов мы приходим к этому самому перводвигателю. Все. Ну, да, это не очень убедительное доказательство, поскольку речь идет о метафизике. О такой метафизике, которая касается вещей, которые даже представить-то, ну, практически невозможно. Но, но это не совсем пустое доказательство все-таки. И с ним надо как-то считаться. Мы не можем просто взять и его отвергнуть. Ну, от совершенства, конечно, более субъективное доказательство. Мы можем рассмотреть по-разному все эти доказательства, понимаете? Но, но они есть, они существуют. И, наверное, наверное, это вот те древние доказательства. Мы сейчас разбираем древние доказательства существования Бога. А апологетика, современная апологетика, вот что она может нам предложить, это уже совершенно другой вопрос. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Если вы хотите быть атеистами, то хотя бы книжки читайте, пожалуйста. Читайте своих оппонентов, потому что вот это уровень детского сада только что был. Восьмикратно с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok